Привет! Снова с вами я Алексей, снова вы на канале Крон и снова с нами Call of Duty Black Ops 4. Сегодняшний ролик будет призван сэкономить очень существенно ваше время, если вы только что присоединились к Call of Duty Black Ops 4 и пока еще в ней не разобрались. Субтитры сделал DimaTorzok Мне не играется, спасибо, что посоветовал взять пулемет или болтовку. Так вот, сегодняшний ролик будет посвящен теме пистолетов, пулеметов и автоматов в данной игре. Я не касаюсь винтовок Берстовых и винтовок ДМР, сейчас от них будет отдельный ролик. Я говорю именно о ППшках и автоматах, так как это самый востребованный класс оружия был всегда, сколько я себя помню в Call of Duty. Так как карты в предыдущих частях серии представляли из себя очень узкие коридоры и перестрелки всегда происходили на расстоянии максимум 15-20 метров, то естественно самым востребованным оружием были пистолеты, пулеметы и автоматы. Их урон не успевал падать, их скорострельности хватало, чтобы влить очень большое количество дамагов противника. И все остальные типы оружия были такие, скажем так, экзотическими. Да, их ребята брали, ну для того, чтобы сделать для себя лишь челлендж. А на всех там каких-то играх на интерес, скажем так, все брали классический сетап. Но когда вышел Call of Duty Black Ops 4, он несколько поломал эту систему. Даже в бете, мне кажется, это было не так порушено, как здесь. Ну потому что в бете была доступна не самая большая карта, чем на релизе. Использование пистолетов, пулеметов и автоматов в четвертом Белкопсе для вас является нерациональным, потому что карты, ну, значительно больше. Да, это еще не уровень Баттлфилда, но расстояние все-таки выросло. И при всем при этом добавили физику полета пулей, и у автоматов и у ППшек пуля очень сильно падает. Когда вы стреляете даже на расстоянии 50 метров, это прямо видно, когда вы смотрите в прицел. Вести огонь при таких условиях для вас чрезвычайно сложно. Поэтому многие не понимают, почему у них не получается убивать в этой игре, хотя они всю жизнь тащили в коде. Но тут выходит и вторая причина, по которой не стоит использовать пистолеты-пулеметы и автоматы. Очень высокая скорость перемещения персонажа. Она значительно выше, чем в предыдущих частях серии. Персонаж двигается очень быстро, что касается стрейфа. Да, понятно, что вперед он всегда бежал быстро на шифте, но стрейфился все-таки он чуточку медленнее. И иметь такого персонажа на расстоянии было нормально себе. Здесь сейчас попадать по противнику, когда он стрейфится, особенно на расстоянии, ну очень сложно. И поэтому вы можете заметить на футаже, у меня очень часто дергается прицел, потому что угадать в такт противнику на расстоянии не предоставляется возможным. Ну и наконец третья причина, почему не стоит использовать данные классы оружия. Вблизи это 150 единиц здоровья. Да-да, все вы прекрасно знаете, что в новой Call of Duty Black Ops есть теперь 150 единиц ХП и плюс ко всему есть еще и керамическая броня. Поэтому на коротких дистанциях такое оружие как ПП это делает практически бесполезным. Да, скорострелы типа дракончика могут еще зарешать вблизи, но у них очень низкий урон. И поэтому если вы убегаете на противника, у которого в руках тот же самый пулемет, пусть и с низким показателем скорострельности, он скорее всего вас перестреляет. Или если вы убегаете на такого же с дробовиком, то у вас вообще нет шансов, потому что он вас заваншотит. Ну и то же самое касается болтовки. Поэтому сколько бы я не пытался брать ПП, ну не могу я с ними играть эффективно. Да, с ними играть можно, никто не спорит. Но зачем это делать, когда есть пулеметы? То же самое касается отчасти и автоматов. У этого класса оружия этот показатель все-таки средний, соотношение урона и скорострельности. Но опять же он проигрывает пулеметам и дробовикам. Плюс ко всему с автоматом у вас нет такой мобильности, которая есть с ПП. И быстро разворачиваться, стрейфиться вы, к сожалению, уже не сможете. И тот же человек с пулеметом или с дробовиком вас проще перестреляет. Ну а для обобщения всего вышесказанного повторяю эти три основные причины. Расстояние, скорость перемещения и урон. Это те вещи, которые мешают нормально использовать сегодня пистолеты, пулеметы и автоматы. Так что если вы пытаетесь все еще играть с этим типом вооружения и думаете, почему у вас все не получается, вроде вы играли всегда нормально, вы не одиноки. Переходите просто на другой тип оружия и продолжайте играть эффективно. Возможно в будущем это все исправит, но на сегодня играть я не вижу смысла ни с ПП, ни с автоматами. Ну а в следующем ролике, в одном из следующих роликов, как только я открою все перки, я расскажу на что они влияют, какие лучше использовать. Ну а сейчас небольшой спойлер, перки в этой игре не так сильно влияют на баланс, как в предыдущих играх, больше влияют модули. Всем хорошего дня, спасибо что смотрите, подписывайтесь на канал ради Блокопса 4, здесь будет много чего интересного. Ставьте лайк обязательно и пишите комментарий, что вы на этот счет думаете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...